Дай почитать. Не могу сказать, что в начале чтения я очень вдохновилась. Несколько удивляло странное обращение переводчика Соколова с именем собаки. То комета, то комет. Я пребывала в задумчивой растерянности, когда читала «Кометой странно себя вела». Или я посмотрел на комета и задумался. Я сказал кометы, чтобы она туда не ходила. Да и английское название книги не совсем совпадает с русским, потому что теряется некая логическая цепь. Сначала человек спас собаку, а потом собака сохранила жизнь человеку. Но постепенно эти неточности перевода примелькались. Повествовательная писательная манера письма перестала вызывать ироничную улыбку. И я стала следить за развертыванием сюжета. И искренне полюбила чудесную борзую комету. И даже несколько раз я растроганно всхлипнула. И в итоге не просто не пожалела, что прочитала историю кометы, а была несказанно рада с ней познакомиться и еще раз удивиться необыкновенной преданности и сообразительности наших верных четверогногих друзей. Итак, главный герой в прошлом преуспевающий адвокат, а сейчас безнадежно больной человек приезжает в собачий приют с целью выбрать собаку. Но случается наоборот. Эта собака по кличке Комета выбирает его. Комета английская борзая, пережившая жестокости предательства, одинокая, разуверившаяся в людях, выбрала такого же уязвимого, одинокого человека. Главный герой постепенно из-за старой травмы позвоночника и неудачного падения теряет способность двигаться. И Комета становится его сиделкой, компаньонкой, провожатой другом, семьей. Я никогда не пойму, почему эта необыкновенная собака выбрала меня. Никогда не осознаю глубину ее всепрощения. Почему Комета упорно и долго внушала мне вечные ценности, любви, верности и безграничной надежды на грядущий рассвет, пишет герой книги. Эта книга – страстный гимн потрясающей собаки. Эта книга о любви, одиночестве, преодолении, ответственности и терпении. Было бы замечательно, дорогие слушатели, если бы у каждого из нас была своя Комета. До новых встреч! Дай почитать!